Девятьсот школ Кыргызстана уже получили или получат более одного миллиона книг, благодаря помощи, предоставленной правительством США через ЮСАИД, Агентство США по международному развитию. Если раньше 30% детей посещали библиотеку, то в этом году свыше 50-60% посещают. С 2014 года ЮСАИД обучил новым методикам 17,5 тысяч учителей по всему Кыргызстану. Юлия Канадская – одна из них. Вот такая сказка, ребята. Составите историю карты. Что это такое, вы знаете? Это задание направлено на то, чтобы дети, во-первых, понимание текста, о чем речь идет, чему учат, да, эта сказка, что можно подумать, проанализировать творчески. ЮСАИД уделяет особое внимание развитию навыков чтения у детей по всему Кыргызстану. На сегодня команда уже охватила более двух тысяч школ по всей стране, где обучается почти полмиллиона школьников. Также ЮСАИД занимается инклюзивным образованием, расширяя доступ к качественному образованию для детей с особыми потребностями и детей этнических меньшинств. В этой коробке посмотрите книги, которые мы получили по проекту ЮСАИД. Это только одна коробка, мы всего получили их 403. Мне просто не терпится раздать это детям и посмотреть на их реакции. Над созданием книг работали более 60 писателей и иллюстраторов Кыргызстана. Сложность содержания рассчитывали при помощи электронного инструмента, созданного специально в рамках проекта. Кроме того, ЮСАИД поддерживает реформы управления образованием, помогая внедрять современные программы. Проекты ЮСАИД в сфере образования не ограничиваются помощью в сфере начального образования и реализуются во всех областях Кыргызстана. Они охватывают школьников всех возрастов, студентов, преподавателей. Так с 2010 года ЮСАИД помогает Американскому университету в Центральной Азии стать ведущим интеллектуальным центром в регионе. Именно ЮСАИД совместно с Министерством образования и науки Кыргызстана в 2012 году стоял у истоков разработки и запуска общереспубликанского тестирования, что позволило сотням тысяч выпускников Кыргызстана получить равные возможности при поступлении в ВУЗы. Редактор субтитров А.Семкин